МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горожане и жители наслегов Ленского района в 21 век вступили с энергоносителями изношенности процентов на 80. В некоторых поселках электричества и вовсе не было. Работали дизельные станции. Что касается города Ленска, то его жители постепенно привыкли к тому, что опоры линий электропередач падают при усилении ветра, провода обрываются, электричество может отключиться в любой момент, неизвестно насколько. Возмущение жителей понятно. 21 век на дворе, а приходится сидеть со свечками. Без электроэнергии уже никуда. Свеча может спасти, конечно, от полной тьмы, но вот микроволновку, холодильник, телевизор уже не включить. От электричества зависит все. Тепло, освещение, приготовление пищи и так далее. Но вот парадокс. Без электричества жить никто не желает. Но есть такие, кто не желает его покупать. А так как электричество обычно не получают в подарок, то остается одно – воровать. Делать это можно разными способами. Стоит только кликнуть во всемирную сеть, как всевозможные сайты предложат даже законное воровство. Вот, например, как украсть электроэнергию с электронного счетчика. Как украсть электричество, не прикасаясь к проводам. А вот целые схемы, как правильно воровать. Пользуясь моментом, хочу обратиться к потребителям. В случае обнаружения, выявления, то есть будут применены штрафные меры согласно законодательству. То есть, сэкономив рубль, можно потерять 10. В Ленске и в Ленском районе до сих пор используют простой, открытый, дедовский способ. Подключаются к линии электропередачи соседей. Рейды по выявлению такого вида хищения электроэнергии и нарушению техники безопасности проходят ежедневно. Наша съемочная группа поучаствовала в одном из них. И вот здесь важно прикинуть, сколько стоит один такой рейд. Задействованы транспорт и специалисты. И все это деньги. И немалые. Обследуя данное незаконное подсоединение к сети электрики, констатировали аварийную ситуацию. На месте, где нелегальный пучок был подцеплен к основному проводу, произошло подгорание и обрыв провода был неизбежен. Такие несанкционированные подключения, чреватые коротким замыканием, как следствие пожаром, они опасны как для самих нарушителей, так и для их соседей. За прошлый год было рассмотрено порядка 70 таких случаев. На 60 уже есть решение суда по взысканию задолженности. Однако с наступлением нового года ситуация не изменилась. Также продолжаются факты выявления безучетного, бездоговорного присоединения. Есть и третья категория бесплатников – это злостные неплательщики. Не платили, не платят. Я думаю, что платить не будут, но единственное, что надо добиться, чтобы снизить этот процент. Он снизится в том случае, если начнут действовать жесткие санкции, типа ограничения выезда за границу или даже из населенного пункта. А как иначе, если на сегодня долг жителей Ленского района только за электроэнергию составляет 54 миллиона рублей? Причем среди злостных неплательщиков есть и не самые бедные люди. У нас вот буквально сейчас готовили отчет по 2015 году. 84 адреса имеют задолженность, более 100 тысяч и тугона составляет 4 с лишним миллиона. То есть это вот люди, которые совершенно никогда не приходили, не оплачивали. Но такие граждане чаще всего из забывчивых. И действует на них только реальное отключение электричества. Самая большая, как говорится, обеспокоенность вызывает – это потребители, неплательщики, которые у нас за, скажем так, чертой бедности находятся. То есть учитывая, какие разные доходы у населения, и порой вот, скажем так, есть и асоциальные слои населения, а есть просто люди малоимущие, то есть в силу различных жизненных обстоятельств. То есть вот здесь как бы где-то нужно информации больше о социальной поддержке населения. Быть может, такой категорией жителей надо заниматься индивидуально. Очень много таких случаев, в которых люди просят рассрочку платежа, мы ведем всегда. Предварительная оплата у нас 30%, но мы можем позволить оплатить 15%. Как вы считаете, платить за электроэнергию надо? Ну, как бы обязан, но я знаю, что в деревнях мало кто работает, и мало кто может выплатить все это. В случае, если не хватает денежных средств, у нас же всякие субсидии предусмотрены для населения, тех, кто, значит, на сегодняшний день не вытягивает эту ситуацию, которая сложилась. Поэтому надо пользоваться всем этим. Ну вот говорят, пенсионерам совершенно не хватает, свет постоянно дорожает. Это может оправдать? Ну нет, это ничем не оправдывается. Я тоже пенсионерка. Ну, у меня у пенсионерки 500 рублей в месяц выходит, и я всегда плачу. И, пожалуйста, платите. Жители жалуются на падающие опоры, частые обрывы электросетей. Но многим невдомек, что многомиллионные долги – основная причина ветхого состояния энергосистемы. Если компания недополучает деньги, то, соответственно, меньше ремонтов производится. Мы ущемляемся в ремонтной программе. Например, на 1 миллион рублей можно было бы заменить порядка 50 опор. Но несмотря на все недоплаты в Ленском районе и в Ленске, ситуация с энергоснабжением меняется в лучшую сторону. Даже в зимний период энергетики не сидят без дела, а с приходом тепла начинается активная работа по выполнению плановых обязательств, принятых в прошлом году. Сейчас занимаемся завозом материалов в отдаленные поселки. Где-то уже начали строительство. Сейчас на данный момент производятся ремонтные работы по замене опор на линии Мурья-Южная Нюя. У нас в плане порядка 20 опор. Дальше мы планируем заниматься линией Ленск-Ярославский. Ну и дальше у нас линия Мирный-Ленск. В городе на некоторых улицах уже стоят новые опоры из пропитанной особым составом сосны. Этот состав не даст дереву гнить и менять цвет. Поэтому материал долговечен и имеет эстетический вид. Узлы проводов также приведут в порядок. Мы сейчас используем самонесущий изолированный провод. Он более эстетичный. У него отсутствует склёстывание проводов. Муниципальное образование город Ленск со своей стороны также продолжит заниматься освещением улиц. Мы не упускаем этот момент и планово ежегодно проводим ремонтные работы по освещению нашего города. Также у нас имеется автоматизация и планы развития этой автоматизации. Включение и выключение улиц согласно режимам освещенности. Чтобы нашим гражданам было удобно ходить по улицам, ездить на автомобильном транспорте. И, в общем-то, комфортно было пребывать на улице. В списках на электрификацию десятки улиц. Это будут переулки, отрезки улиц, прозябающие в темноте уже много лет. Новая линия будет подана в новый микрорайон «Теплый стан». Сроки выполнения работ, согласно нашим графикам, должны быть реализованы до августа месяца. С нашей стороны, соответственно, выбор и контроль подрядчика, что мы и осуществим. Городские власти подходят к энергообеспечению с современным пониманием. То есть не просто включить так называемую лампочку Ильича, а использовать новые технологии энергетиков. Очень хорошо на энергосбережении отражается установка светодиодных светильников, где световой поток достаточен по аналогичным лампам, динатриевым или другого исполнения. Но мощность сокращается на порядке. Наша работа по направлению электроосвещения города, она привести не только к установке освещения, но привести к какому-то эстетическому виду, к одной концепции города. Чтобы и взгляду было приятно, ну и людям хорошо, при освещенности. Да будет свет – источник жизни. Наступает время, когда использование свечей для ленчан станет только приятным на праздничном столе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok